Когда-то территория нынешнего штата Вашингтон считалась отдаленной и дикой землей, выражаясь словами одного из ранних визитеров. В наши дни Сиэтл – это один из наиболее быстро растущих городов США с не менее быстро растущими ценами на недвижимость. Каждый день сюда приезжают 75 новых жителей, и сегодня в городе работают 58 строительных кранов. В отличие от кампусов других хай-тек-гигантов, Амазон расположил свои офисы в центре Сиэтла. Штаб-квартира Амазон в Сиэтле, точнее часть комплекса, вот эта новая часть, три биокупола, огромных биокупол из стекла и стали, считаются одной из самых необычных архитектурных построек в мире больших корпораций. Самый большой купол высотой 27 метров, примерно 5 этажей. Сферы – это необычная форма, называется каталаново тело, состоят из 2643 стеклянных панелей и 620 тонн стали. Они открылись не так давно, в январе 2018-го, в качестве альтернативного офиса для сотрудников компании. Многие научные исследования доказали, что в окружении зелени мозг работает по-другому, более креативно. Именно поэтому мы хотим дать нашим сотрудникам возможность сменить обстановку, поработать в месте, в котором чувствуешь себя по-другому, и заодно познакомить их с различными растениями со всего мира. Внутри биокупола около 40 тысяч растений 400 разных видов из 50 с лишним стран. Под стеклом – слой пленки, которая препятствует проникновению твракрасного излучения и помогает сохранять внутри прохладу. Здесь можно посидеть в уютном гнезде или провести рабочую встречу под шоколадным деревом. К этому надо привыкнуть. Но с моей точки зрения, это дополнение к творческой свободе. Это первое здание, в котором у тебя нет постоянного рабочего стола. Есть много разных мест. Если ты пришел рано, можешь выбирать, где будешь работать. Всего штаб-квартира компании состоит из трех десятков офисных зданий. Но и в более стандартных зданиях Амазон хватает приятных уголков. Вот здесь, например, можно поиграть в шахматы. Или в шаффлборд. Или просто закрыться в телефонной будке, чтобы спокойно поговорить без посторонних ушей. А экстравертам понравятся помещения вроде этого амфитеатра, где можно работать и, например, смотреть чемпионат мира по футболу. А вот у этого прилавка можно получить бесплатный банан. Тех, кто их раздает, зовут Баниста. Звучит как Бористо. В Амазон работают не только люди. Каждый день в офисы компании приходят работать около шести тысяч собак. Мы сейчас находимся на 17 этаже здания в специальном собачьем парке. Началось все с Руфуса, которого хозяева брали на работу в Амазон. Сегодня в честь этого Вильшкорги названо одной из зданий компании. Впрочем, других собак тут любят не меньше. Это очень здорово. Это помогает снять стресс. Он подходит, ты его гладишь. Многие люди останавливаются у моего рабочего стола пообщаться не со мной, а с Джо-Джо. Блэк Ферри работает бизнес-аналитиком в отделе цифровой музыки. Его питомец Гасс, который буквально вырос в этом здании, работает бульдогом. В первую неделю, когда он был щенком, это было непросто, потому что он хотел познакомиться со всеми. С тех пор, как он обустроился, вообще никаких проблем. По праздникам тут устраивают собачьи вечеринки. Осенью проводится костюмированный конкурс. В прошлом году Гасс нарядился хот-догом. Забирать его с работы каждый день непросто, потому что он не хочет уходить. Как бы банально это ни звучало, но если хай-тек компания и стартап это мозг Сиэтла, то Пайклэйс Маркет, один из старейших фермерских рынков в США, это его душа. Здесь продают свои товары сотни мелких фермеров и ремесленников. Сюда истекаются уличные музыканты и актеры, местные жители и туристы. Рынок состоит из десятков старых зданий, расположенных на протяжении четырех кварталов. Просыпается рынок в пять утра. Первыми приходят торговцы цветами и владельцы лотков морепродуктов. Джейсон Скотт здесь вырос, в буквальном смысле. Моя мама работала здесь до моего рождения. Она клала меня за прилавком в ящики из-под бананов вместо колыбели. Так что я был за прилавком еще младенцем. Когда мне исполнилось 8-9 лет, я начал работать. Надел фартук, стал работать со льдом, продавать мелочи. Потом, учась в старших классах, приходил после школы. И с тех пор и остался. Сейчас мне 46. Предыдущий владелец вышел на пенсию и продал магазин Джейсону с двумя напарниками. И дело спорится. Парни не просто заворачивают рыбу. Рыба у них летает. Вместо того, чтобы я обходил все это вокруг, я говорю... Мы горячо поинтересовались, легко ли этому научиться. Не беспокойся, это просто. Видишь, не так сложно. Готово? Повернись боком. Другим боком. Продолжай поворачиваться. Да, спасибо. Это было неплохо. Да, было много инцидентов. Слава богу, никто не пострадал. На этом развлечение не заканчивается. Видела внутри, какие у него безумные зубы. Я crazy! С помощью рыбы-удильщика покупатели тут разыгрывают уже три десятка лет. Правда, теперь это муляж. Охота на удильщиков считается жестокой, и в этом магазине ее не поддерживают. Иногда бывает дождливое холодно. Но это наша философия, что ты сам создаешь свой день. Главный стереотип про Сиэтл связан с дождливой погодой. Один из неформальных лозунгов города – «Когда у нас льет, мы наливаем», подразумевая кофе. Утонченная культура потребления кофе – это, прямо скажем, не то, чем знаменитые Соединенные Штаты Америки. Тем не менее, американский кофе известен во всем мире. А началось все здесь, в Сиэтле. В 1971 году в центре города открылся кофейный магазин. Назвали его «Старбакс» в честь Старбека – персонажа знаменитого романа Генри Мелвилла «Моби Дик». Изначально тут продавали исключительно кофейные зерна и оборудование. На этом филиале Старбакса на Pike Place Market – старая эмблема сети. Напоминание о временах, когда русалка с раздвоенным хвостом еще не вызывала у посетителей лишних вопросов. Но интересно, что несмотря на то, что Сиэтл является местом рождения самой массовой сети кофеин, местные жители любят и ценят индивидуальный подход. Работа бариста так называемого «медленного бара», где приготовление чашечки черного кофе вручную занимает от 5 до 15 минут – чистая алхимия. Самый старый из альтернативных методов заварки кофе – приготовление с помощью габета – вакуумной кофеварки, которая напоминает химическую колбу. Один сифон заполняется водой, другой засыпается кофе. Сифоны соединены трубкой-балансером, через которую с первой колбы горячая вода попадает в сосуд кофе. При остывании первого сифона сжимающийся воздух втягивает заваренный кофе из верхнего сифона в нижнее. В итоге получается очень чистая чашка кофе. Мы используем два фильтра, так что в чашке нет масла или осадка. Оно сладковатое, с кислинкой, примерно как фрукт. Стоит такое удовольствие примерно 12 долларов. Но кофе в Сиэтле не считается излишеством. Я не уверен, в чем причина. Может, потому что на протяжении 9 из 12 месяцев здесь идет дождь и темно, так что тебе нужно что-то, что тебя взбодрит. Иначе ты постоянно уставший. Я пью много кофе, может, чашки 4 в день. Самое странное место на рынке, да и, пожалуй, во всем городе, это стена с жевательной резинки. Кто-то наклеит этот цветной комочек небрежно, кто-то старается придумать что-то оригинальное. Мы в самой отвратительной, но, как видите, очень популярной части рынка. Стена с жевательной резинкой появилась примерно 20 лет назад, когда местный театр попросил людей не приносить жвачку внутрь помещения, чтобы они не наклеивали ее под сиденье. И люди начали оставлять жвачку снаружи. Стена быстро превратилась в туристическую достопримечательность. Некоторое время администрация рынка еще пыталась с этим бороться. Я написал им письмо, что это отвратительно, и это ваши клиенты. Уберите это. А они повесили письмо внутри театра с петицией, чтобы оставить это. И мы просто не смогли это остановить. Нет, нет, нет. Давайте оставим это здесь. Давайте продолжим. В среднем мелкие бизнеса в Америке существует 5-7 лет. Пекарню «Пирожки-пирожки» или на английский манер «Пирожки» открыла семья мигрантов из Эстонии. Думаю, что это фамилия. Они с мной знакомятся и говорят, ой, а вы мисс Пирожки? Я говорю, нет, я не мисс Пирожки, но очень приятно. Ольга Саган приехала в Америку в 16 лет. Решила учиться на бухгалтера. Минувшей осенью открылся пятый филиал пирожков. Рецепты в основном традиционные. Иногда появляются и новинки, вроде пирожков с карри или халапеньо. Правда, популяризация пирожков в Америке требует усилий. Американцы мало что знают про русскую кухню. Совсем рядом с пирожками находится другая пекарня. Миссам Пейстри. Владельцами которой является уже третье поколение семьи Фонг. Считается, что здесь пекут лучшие хомбао в городе. Хомбао — это китайский гамбургер. Можно положить туда курицу, барбекю, карри из говядины. Его можно делать и с овощами. Джек Фонг приехал в США в 1970-м. Отслужил в армии, познакомился с Мелиссой, своей будущей женой. Ее отец был шеф-поваром, который открыл в 1982 году эту пекарню на Пайк Плейс Маркет. Сейчас мне 34. Этот бизнес у нас 35 лет. Так что с самого детства я либо ел здесь, либо работал здесь, помогал. Это семейный бизнес. Кузены, тети и дяди все помогали. Мы семья эмигрантов, так что для всех, кто приезжал, это по сути было стартовой площадкой. Отношение к выходцам из стран Азии — позорная глава в истории Сиэтла. В 1886 году местные торговцы решили насильно выселить из города около 350 китайских эмигрантов. Насилие было, однозначно. Может, кто-то не считает выволакивание людей из домов и рабочих помещений насилием, но мне кажется, люди, которые это пережили, восприняли это как насилие. А в такоме, где подобное произошло за несколько месяцев до событий в Сиэтле, китайский квартал сожгли. Там вообще не осталось китайского квартала. Истории рядовых эмигрантов представлены в Азиатском музее Винголюка. От похождений современного капитана Америка в Тюрбане до реконструированной бокалейной лавки дядюшки Джимми. Новым эмигрантам здесь предлагали конфеты, чтобы первым вкусом во рту в новой жизни была сладость. Ни горечь, ни тяготы, ни беспокойство за семью, которую ты оставил позади. Ни то, что ты не знаешь ни слова по-английски. О том, чего можно добиться на новой родине, напоминает еще одна выставка в музее, посвященная Брюсу Ли. Его студия кунг-фу была расположена неподалеку. Сейчас там ресторан. Это могила Брюса Ли и его сына Брэндона на кладбище Лейк-Вью в Сиэтле. Каждый год это место посещают более 10 тысяч человек. А над гробным камнем выбито. Ты продолжаешь вдохновлять. Для многих людей, особенно цветных, китайцев, он был примером для подражания. И это было печально, потому что он был таким юным. Ему было всего 32 года. Это место рождения города Сиэтл. Пляж Алки, на котором 13 ноября 1851 года высадилась группа из 22 белых поселенцев под предводительством Артура Дэни. Племя вождя Сиэтла помогло им пережить первую зиму. Вождь Сиэтл умер в резервации порт Мэдисон. Он похоронен здесь, на идейском кладбище в Сыквомиш, 22 километрах от города, названного его именем. На могиле памятник с надписью «Сиэтл, вождь Суквомиш и союзных племен, умер 7 июня 1866 года, верный друг белых». А в самом Сиэтле установлена бронзовая статуя вождя. На самом деле его звали Сиас, но никто не может произнести это правильно, поэтому выходит Сиэлс или Сиэтл. Мэри Лу Слоттер – пра-пра-пра-пра-правнучка вождя Сиэтла. Много лет она скрывала свои индейские корни. Когда я была второклассницей, учительница зашла в класс и сказала, «Я была на ярмарке округа Китсап, и оказывается, у нас в классе есть знаменитость». Все оглядываются вокруг, не понимая, кто это, и вдруг она говорит, «Это Мэри Лу. Мэри Лу – прямой потомок вождя Сиэтла». Развенел звонок. И когда нужно было идти домой, дети плевали в меня, смеялись надо мной, называли меня «грязной индианкой». Лишь имея уже взрослых детей, Мэри Лу начала учиться традиционному ремеслу плетения корзин племени Дувамишей. И позже на специальной церемонии приняла имя своей прабабушки – Слада, Леди. «Это самая большая корзина. В нее наливают воду. А вот эта корзина – для приготовления пищи». Помимо плетения корзин, она занимается резьбой по дереву, фотографией, живописью, вышивкой и пишет стихи. У нее пятеро детей, 14 внуков и трое правнуков. Все, что у нас было – одежда, одеяло – делалось из размягченной коры кедра. Видите, какая она мягкая? Сын Мэри Лу, Майкл, много лет проработал строителем. Потом тоже увлекся традиционным ремеслом племени. Думаю, меня можно считать городским индейцем, который занимается резьбой по дереву. Один из его проектов – семиметровый тотемный столб, вырезанный из красного кедра, установлен на адмиральской смотровой площадке в западной части Сиэтла. Там изображен парусный корабль, который привез белых людей. Над кораблем три лица, символизирующие Дувамишей. И выше – фигура вождя Сиэтла, над которым гром птицы с распростертыми крыльями. Племя Дувамишей насчитывает около 600 человек. Но в отличие от 27 других индейских племен штата Вашингтон, им так и не удалось добиться признания федеральных властей. С момента подписания договора с белыми у племени не всегда были формальные лидеры. Я написала президенту Бушу, прежде чем вы покинете свой пост, можете ли вы, пожалуйста, признать индейское племя Дувамишей. Мы боремся за это годами. А они говорят, что мы вымерли. В отличие от Дувамишей, у их родственного племени Суквамишей своя резервация на острове Бейнбридж. Они ловят рыбу, крабов, плетут корзины. Тут есть музей, посвященный истории и культуре племени. Памятник ветеранам различных воин, в которых участвовали индейцы. И, как многие индейские резервации, Суквамиши зарабатывают на казино. Казино приносит прибыль. Это серьезно повлияло на наше самоуправление. Нам удалось обеспечить бесплатное высшее образование представителям племени, финансирование нашей школы. У всех представителей племени есть медицинская страховка, наш собственный суд и полиция. И команда юристов для защиты наших прав в рамках договора. И есть деньги на решение социальных проблем, алкоголизма, опиоидной зависимости. Вождя племени зовут Леонард Форсман. Его индейское имя – Гвуи, Ворон. Племя насчитывает 1200 человек. Примерно 800 живут на острове Бейнбридж. При этом на территории собственной резервации Суквамиши сегодня меньшинство. Остров является популярной зоной отдыха. Если они хотят получить назад свои земли, им приходится их выкупать. Никто не отдает нам землю добровольно. Разве что береговую полосу, затапливаемую приливами. Деннис Хайс – экологический гуру Сиэтла. В 1970-м он организовал первый день земли. Здания потребляют примерно три четверти электричества. А производство электричества – это самый большой источник выбросов парниковых газов. И если мы не хотим зажарить эту планету, нам нужно резко изменить то, как мы строим здание. Буллет-центр сделан в основном из древесины. 100% потребляемой энергии генерируется в самом здании с помощью солнечных батарей на крыше. Кондиционеры воздуха заменяют умная вентиляция. Укна и жалюзи управляются мозгом здания. Буллет-центр не использует воду из городского резервуара. Вся наша вода для любых целей – от приготовления кофе до смыва туалетов – это фильтрованная дождевая вода с нашей крыши. Компостные туалеты с пеной вместо воды могут поначалу насторожить неискушенных защитников окружающей среды. Но вот лестница в здании не зря названа неотразимой. Куда приятнее пройти по широким деревянным ступеням с видом на улицу, чем теснится в лифте. Это здание, которое было спроектировано конкретно для Сиэтла. Оно не было бы эффективным в Москве или в Рио-де-Жанейро. Оно идеально подходит для Сиэтла. В начале 20 века Вашингтон, по сути, был двумя отдельными территориями. На Западе зарабатывали лесоповалом, на Востоке кораблестроением и рыбной ловлей. Естественно, две войны подстегнули развитие экономики штата и самолетной индустрии. Вот это самый первый завод Боинга. Поначалу здесь строили яхты, и бизнес был не очень успешным. Переход к строительству самолетов был несложным. В то время их тоже строили из дерева. Музей авиации города Сиэтла. В коллекции 150 с лишним самолетов. От летательного аппарата на человеческой тяге и военных бомбардировщиков до президентского борта номер один, на котором летали президенты Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон и Никсон. В том числе во время его исторического визита в Китай. Самый старый подлинный самолет в коллекции музея — итальянский Caproni CA-20 1914 года. Это считается самым первым истребителем. Так что, когда вы видите новый «Сухой» или новый F-18, они все берут начало конкретно от этого самолета. Если вы предпочитаете мирные темы, на выставке «Освоение космоса», добытая с морского дна двигатель ракеты «Сатурн-5», которая отправила в 1969 году на Лулу космический корабль «Аполлон-11». И тренировочный космический челнок, рассчитанный на экипаж из семи человек. Добро пожаловать! В ближайшие две недели это будет вашим домом. В кабине пилотов «Шаттла» с одной стороны привычные пилоту приборы. Но когда ты выходишь на орбиту, ты стоишь здесь и управляешь уже настоящим космическим кораблем. Здесь будет порт для стыковки с космической станцией. Отсюда можно наблюдать, что происходит с твоими астронавтами или грузом. А вот отсюда можно управлять манипулятором. На почетном месте в музее — лунная проба 12 047. Проще говоря, довольно внушительный лунный камень, который привез на Землю астронавт Аполлона-12 Питер Конрад. Есть люди, которые считают, что этого никогда не было. Но я лично общался с теми, кто говорил, что они были там и касались этих предметов. И я не вижу никаких причин этому не верить. Думаю, полеты на Луну во многом прекращены из-за отсутствия интереса. Мы были в этой гонке с Советским Союзом доставить первых людей на Луну. Мы это сделали. И общественность потеряла к этому интерес. Это стоило кучу денег — отправлять туда людей и привозить назад что? Вот такие камни. У нас их и тут хватает. У нас их и здесь. Поэтому, почему бы я туда? У нас их и здесь. У нас их и здесь. У нас их и здесь. Спейс Нидл, 184-метровая космическая игла, по сей день является одной из самых узнаваемых достопримечательностей в мире и символом Сиатла. Сейчас она находится в частных руках, но подняться туда можно без проблем. Это смотровая площадка на высоте 520 футов или 158 метров. Отсюда в хорошую погоду можно увидеть не только весь город, но также залив Пьюджет, каскадные горы и иногда даже вулкан-дренир. Космическая игла была построена в 1962 году, когда Сиэтл принимал международную ярмарку. Они хотели подчеркнуть архитектурный облик города, как и Эфилио-башня в Париже. Подальше от центра, от зданий, чтобы символизировать, чем является Сиэтл, символизировать будущее, космос, новшество. Это же что-то вроде летающей тарелки на палке. И после этого, по сути, родился Сиэтл с его инновациями, Amazon, Starbucks, Microsoft. Это все родилось здесь. Рядом с ней расположено еще одно футуристического вида здания, прямо сквозь которое проходит сиэтлский монорельс. У некоторых миллиардеров хватает фантазии на покупку футбольных клубов или яхт. У Пола Аллена, сооснователя Microsoft, охватил ее на создание вот этого проекта, который известен сегодня как музей поп-культуры. Если вы присмотритесь внимательно, само здание, спроектированное известным архитектором Фрэнком Герри, напоминает сломанную гитару. Это в памяти великом Джимми Хендриксе, еще одном известном жителе Сиэтла, который, как известно, любил разбивать после концерта свой фендер-стратокастер. Вашингтон уже давно не является штатом лесорубов в клетчатых фланелевых рубашках. Но даже работники хай-тек индустрии часто и с удовольствием выбираются на природу. Благо до леса рукой подать. Среди просто очень красивых мест попадаются и знаменитые. Например, 82-метровый водопад Снохолми, в частности из Дэйд Сиэтла. Именно здесь были сняты кадры в заставке культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». А это здание слева – отель, фасад которого фигурировал в сериале. Неподалеку – то самое Double R-кафе, где федеральный агент Дэйл Купер ел свой любимый вишневый пирог и пил кофе. Я выпила в этой жизни много чашек кофе, но это чертовски хороший кофе. И горячий. А ради этого вишневого пирога вполне стоит сюда вернуться. По мере роста города растут и пробки. К сожалению, далеко не всегда автомобилисты бывают взаимновежливы. А между прочим, совершенно зря. Потому что под шоссе 99 живет фремонтский тролль. И у него свои методы общения с нерадивыми автомобилистами. Тролль высотой в 4,5 метра, придавивший лапой настоящий фольксваген-жучок, появился под мостом в 1990 году благодаря четырем местным скульпторам. До тролля тут была банальная свалка. Несмотря на страшноватый вид, местные жители его не боятся. На него можно залезать, а периодически ему устраивают смену имиджа. Перекрашивают глаза, волосы и ногти. И это не единственная странная скульптура во Фремонте. В этом довольно легкомысленном районе Сиэтла стоит большая статуя Владимира Ильича Ленина. Эту статую, фактически брошенную в Чехословакии на свалке, купил американец Льюис Карпентер, который заложил свой дом, чтобы перевезти Ленина в США. Революционного вида Ильич стоит здесь с 96-го года. Как и тролля под мостом, эту скульптуру периодически улучшают или портят. Впрочем, неясно, надолго ли Ленин задержится во Фремонте. Мэр Сиэтла уже предлагал демонтировать памятник, заявив, что тот олицетворяет собой историческую несправедливость. А город меж тем движется вперед. Так быстро, что за этим трудно уследить. Через 10 лет все только начинается. Это безумие то, с какой скоростью развивается город. От мартинсов и фланелевых рубашек. Сейчас все знают, где находится Сиэтл. КОНЕЦ КОНЕЦ